Раджу с рождения выдрессировали как уличного слона, обучая его трюкам и собирая подаяния прохожих, хозяин зарабатывал на нем деньги. Но улыбающиеся прохожие не знали, что каждое движение причиняет Раджу огромную боль. С самого рождения на долю Раджу выпала нелегкая судьба. Его забрали у матери и начали дрессировать как уличного слона, с такими обычно ходят по улицам и собирают подаяния. Раджу развлекал прохожих в индийском городе Аллахабад, показывая трюки, но они не знали, с какой болью этому слону дается каждое движение. Раны на его теле, оставшиеся после жестоких дрессировок, закрашивали толстым слоем краски. На ногах Раджу висели тяжелые цепи, в которых он часами ходил по жаре. Все эти мучения длились долгие 50 лет, и слоник побывал у нескольких хозяев, пока наконец не попал в руки добрых людей. Сотрудники организации по спасению животных заметили его на улицах Аллахабада, измученного и еле стоявшего на ногах. Они организовали его спасение и перевезли в свой заповедник. Запуганный слон сначала боялся каждого движения смотрителей, настолько он не доверял людям. Ветеринары ужаснулись его истоптанным ногам с гнойными ранами на бедре и сразу принялись восстанавливать здоровье Раджу. Они поразились тому, что он вообще выжил. Но несмотря на все, через что он прошел, этот слоник оставался сильным духом. В заповеднике Раджу наконец почувствовал, что значит человеческая забота и что не все люди жестоки. Он доверял врачам ставить ему уколы, стойко переносил все процедуры и медленно, но верно шел на поправку. Сегодня Раджу – любимчик сотрудников заповедника. Он живет в просторном вольере, наслаждается каждым моментом новой жизни и очень благодарен людям, которые ему эту жизнь подарили. Раджу каждый день ест свежую траву, овощи и фрукты. Его любимое лакомство – манго, за которым он обожает тянуться хоботом. Здесь у 55-летнего Раджу проснулось детство, которое у него жестоко отобрали, он целыми днями резвится в бассейне и играет с колесом, как маленький слоненок. Ему до сих пор делают уколы от воспаления бедра, но он благополучно забывает раны прошлого, благодаря всем, кто его любит. Живи долго, Раджу!